Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Откройте сегодня со мной, пожалуйста, Колоссянам 1 главу. И мы начнем читать с 12 стиха. Колоссянам 1 глава. Когда Ричард Робертс был с нами на прошлом собрании, он процитировал своего папу Орела Робертса. Он повторил следующее заявление своего папы. «Каждый день чудеса либо идут к вам, либо идут мимо вас. Я не знаю, как вы, но когда я нуждаюсь в чем-то, я не хочу, чтобы это проскользнуло мимо меня». Что определяет, остановится ли чудо у вас или пройдет мимо? Его останавливает вера. Вера говорит, «Стой! Я принимаю это чудо, я его беру». Вы спросите, есть ли место Писания об этом? Вспомните историю слепого Вартемея. Иисус просто проходил той дорогой. Он не звал слепого Вартемея. Он не подходил к нему. Слепой Вартемей понял. Кто-то идет. Сила проходит рядом со мной. И что он сделал? Он начал взывать. «Иисус, помилуй меня!» Итак, он начал кричать. И его призыв Иисус услышал. Его крик раздражал толпу. Они говорили, «Замолчи, замолчи». Буквально говорили ему, «Заткнись». Но слепой Вартемей осознавал, что-то, в чем я нуждаюсь, направляется в мою сторону. И если я буду молчать, оно пойдет дальше. Если я буду молчать, то, в чем я нуждаюсь, пройдет мимо меня. Я не могу молчать, когда мне что-то доступно. Аминь. Именно люди, которые не взывали и говорили слепому Вартемею замолчать, возможно, они считали, что он поступает невежливо. Но силе нужно услышать ваш призыв, чтобы знать, где остановиться. Вы можете сказать, «Разве Бог не знает, что я нуждаюсь в силе?» Да, но сила останавливается только из-за веры. Она не останавливается из-за нужды. Аминь. И когда слепой Вартемей воззвал в тот день, Иисус остановился. Сила остановилась. Сила, творящая чудеса, остановилась. Сила исцеления остановилась прямо перед слепым Вартемеем. Аминь. Я не хочу, чтобы мое чудо прошло мимо, когда все, что от меня требуется, это воззвать, чтобы оно остановилось. Мне не нужно создать силу. Мне не нужно быть источником силы. Все, что мне нужно сделать, это позвать. И утверждение Орела Робертса о том, что каждый день чудеса либо идут мимо вас, либо идут к вам, означает, что каждый день сила присутствует, чтобы восполнить вашу нужду. Она ждет, чтобы вы позвали. Она останавливается ради того, у кого достаточно веры, чтобы ее позвать. Я осознаю, что мне доступна сила. Вы можете сказать, «Я этого не ощущаю». Всегда есть неощутимая сила, которая вам доступна. Аминь. Откуда мы знаем, что нам каждый день доступна сила? Потому что Дух Святой здесь. Дух Святой на земле. Когда Он сюда прибыл? Вторая глава Деяний говорит о Его прибытии. Это день Пятидесятницы. Это день, в который Дух Святой сменил адрес Своей прописки с небес на землю. Вот в чем суть Дня Пятидесятницы, наделение Церкви силой. И Он присутствует по всей земле. Он прибыл в Верхнюю Горницу, но этим не ограничился. Дух Святой распространился с того места, где люди слились в единстве веры, потому что сила может прийти только туда, где присутствует вера. Аминь. И из этой Верхней Горницы Дух Святой заполнил всю землю. Поэтому сила присутствует везде, потому что Дух Святой есть сила Божья. Слава Господу! Это должно приводить вас в восторг. Вы знаете, что прямо сейчас есть сила на вашей кухне, есть сила в вашей машине, есть сила в вашем кабинете прямо сейчас. Потому в чем бы вы ни нуждались, вы можете прямо у себя на кухне принять для этого силу. Не позвольте вашему чуду пройти мимо вас. Помните еще, брат Ричард Робертс каждую неделю пел песню на телепередаче его папы? «Что-то хорошее случится с тобой», но не с теми, кто молчит. «Вам нужно воззвать». Что имеется в виду? Благость постоянно течет, не дайте ей пройти мимо. Сила постоянно течет, не дайте ей пройти стороной. Позовите, остановите ее, остановите ее возле вашей нужды. Аминь. Это то, что сделал слепой Вартимей. И тогда Иисус остановился на своем пути. Он шел куда-то в другое место. Сила может куда-то направляться. Можно я скажу, Бог может иметь кого-то другого в виду, но я говорю, вы можете подсоединиться. Поэтому на служении через слово «знание» мы можем пригласить кого-то, кто нуждается в исцелении спины. И 20 человек может сказать, я в этом нуждаюсь. Разве Бог не знает, кому нужно исцеление спины? Разве Он не знает, что Бобу или Салли нужно исцеление спины? Конечно, знает. Но если Он назовет конкретное имя, Он поставит ограничение. Поэтому Он просто приглашает. Ведь Боб и Салли могут нуждаться в исцелении спины, и при этом не принять его. Поэтому Бог не ограничивает доступ. Он не только для отдельных людей. Он для любого, кто вас зовет. Аминь. Разве не здорово? Поэтому, если что-то звучит на служении, а вы говорите, ну, я не знаю, мое имя не упомянули, для меня ли это? Любой, кто вас зовет, может это иметь. Аминь. Это касается не только силы исцеления, чудотворной силы. Как насчет силы откровения? Сила связана с откровением. Аминь. Вы можете услышать проповедь и сказать, это утверждение мое, это мое, я беру это. Не позвольте этому пройти мимо вас. Иисус остановился на своем пути, потому что человек позвал. Он остановился прямо там и сказал, приди ко мне. И заметьте, все те люди, что заставляли его молчать, тут же говорят, вот везунчик, он зовет тебя. В одном из переводов так и написано, везучий парень. Нет, это не было везение, он вас звал. Это был крик веры. А они просто подумали, что Иисус нашел себе любимчика. Нет, он услышал зов. Он распознал веру. И когда он услышал веру, он явился. Аминь. Аллилуйя. Итак, сила Божья постоянно течет. Но нам нужно сотрудничать с этой силой, чтобы принять ее. Если мы не будем с ней взаимодействовать, она пройдет мимо нас. Вы скажете, но разве Бог недостаточно нас любит, чтобы захотеть нам помочь? Да, потому Он и делает силу доступной. Но Он не может сделать за вас то, что может сделать только ваша вера. Его часть – сила. Ваша часть – вера. Вы не можете выполнить Его часть, а Он не может выполнить вашу. Он не может взывать вместо вас. Аминь. И ответ не придет просто от того, что у вас есть нужда. Он не придет просто от того, что вы плачете. Потому что Бог не отвечает на плач. Бог отвечает на веру. Не поймите меня неправильно. Иногда у людей может быть плач веры. Такое высвобождение веры. Но Бог не отвечает на эмоции. Бог отвечает на веру. Бог не отвечает на нужды. Если бы Он на них отвечал, каждая нужда на земле уже была бы восполнена. Он является не потому, что у вас есть нужда. Сила вам уже доступна. А потому, что вера заставила силу сказать «стоп» здесь. Аминь. Аллилуйя. Итак, мы должны научиться взаимодействовать с той силой, которая нам доступна. Иначе по нашей жизни будет видно, что нам не достает этого навыка. Если член спортивной команды пропускал тренировки, не разминался, не приобрел основных навыков, на игровом поле будет очевидно, кто тренировался. Я хочу, чтобы вы знали, на поле жизни будет явно, овладели ли мы навыком сотрудничества с силой Божьей, которая присутствует везде. Наше дело узнать, как действует Бог. Наше дело узнать, как действует Его сила. Взгляните хотя бы на законы электрической силы. Электричество существовало на Земле с самого начала, но люди не умели с ним взаимодействовать. До дней Томаса Эдисона и других изобретателей кто-то начал говорить «погодите, есть сила». Они это осознали, и мы знаем, что Бенджамин Франклин прикрепил ключ к бечевке воздушного змея во время грозы. Он задался вопросом, возможно ли инициировать контакт с этой силой с неба. Люди осознавали, что молния – это просто сила природы. И задумались, можем ли мы не просто дожидаться ее, а инициировать. Именно это сделал Бенджамин Франклин. Он инициировал контакт с силой. И люди стали размышлять об этой силе, присутствующей на Земле. Можем ли мы что-то сделать? Можем ли мы получить к ней доступ? Потом, можем ли мы хранить ее? А потом, можем ли мы ее проводить или отправлять куда-то намеренно? И благодаря тому, что они изучили законы электроэнергии, мы сидим в здании с кондиционером, слава Богу. Мы сидим не в темноте, а при свете. Почему? Потому что кто-то был достаточно любознателен, чтобы научиться сотрудничать с силой, которая присутствовала в природе. Почему рожденные свыше люди, посещающие церковь, не умеют обращаться с силой? Из-за недостатка любознательности. Недостатка заинтересованности. Если вы заинтересованы, вы начнете искать. Когда вы заинтересованы, вы стараетесь что-то узнать. Люди не учатся, потому что они не заинтересованы. Не знаю, как вы, но я заинтересована в том, чтобы узнать о силе Божьей, которая присутствует, о силе Божьей, которая доступна. Я хочу с ней сотрудничать, потому что каждый день моя жизнь нуждается в силе. Можно вам сказать, жизнь с силой лучше? Много лет назад мы с семьей поехали на Мауи, чтобы проповедовать Иисуса. Мы там страдали. Да, да, я шучу. Мы туда отправились всей семьей и проповедовали там в одной церкви. И вот мы были там уже пару дней, а мы просто не могли дождаться этого райского уголка, понимаете? И через пару дней по приезду обрушилась буря. Мы не так часто сталкиваемся с такими бурями на юге Калифорнии. И электричество на нашей стороне острова вырубилось. И дети на самом деле поняли, что такое электричество, когда невозможно было зарядить ни одно устройство, ни телефон, ни планшет. Я не помню, сколько было Гранта, он был подростком. Стивен и Морган уже были женаты. Но все равно, когда до вас доходит вот это «да», ничто, на что я привык полагаться, не работает. И персонал гостиницы не мог готовить, они просто выкладывали холодную нарезку, а кое-кто не любит холодные бутерброды. Но я была не против, потому что внезапно они мне понравились, потому что ничего другого не было. Мы пошли в тот вечер в церковь, и, к счастью, у меня тогда была короткая стрижка, потому что в 80-е у меня была огромная шевелюра. У кого еще, дамы, была большая шевелюра? Да еще с конкретной химией, справиться с которой можно было только при помощи кучи бигудей, сделав объем. Я так благодарна, что когда вырубилось электричество, все было по-другому. У меня уже была короткая стрижка. Итак, мы все же могли принять душ, помыться в ванной и собраться, и потом я просто шла на улицу и укрывалась от дождя под балконом, чтобы волосы высохли на воздухе. И было видно, что что-то чуток не так. Что-то не так. И на улице было сумрачно, было темно. Так что макияж надо было делать достаточно рано, не дожидаясь темноты прямо перед служением, потому что тогда все бы выглядело совсем наперекосяк. А я не хочу пугать людей. Поэтому я предпочитаю ходить в любви и что-то намазать. Так что я старалась, чтобы мои волосы лежали насколько это возможно хорошо. Все надо было планировать заранее, без электричества все надо было планировать заранее. И когда мы пришли в церковь, мы узнали, что на другой половине острова было электричество. И просто посмотрев на людей на служении, можно было понять, с какой они половины острова. С той, что с электричеством, или с той, что без. Брат Грэнд, вы были там, вы все были там, на нашей половине, без электричества, так? Просто по внешнему виду можно было определить. Не нужно было разговаривать, проводить опрос, на какой стороне острова вы живете. О, я знаю, на какой половине вы живете. Потому что я вижу, что у вас не было доступа к электричеству. Вы выглядите так, словно у вас не было доступа к электричеству. Одежда помята. И даже если вам не нужно много электричества для укладки, все равно что-то немного не так. Точно так же можно взглянуть на жизнь верующего и понять, кто сотрудничает с силой, а кто нет. Кто умело взаимодействует с этой силой? Каждое утро я включаю фен, чтобы уложить волосы. Я никогда не говорю «фен», тебе бы уже пора знать, что ты должен включиться, когда я беру тебя в руки. Это так не работает. У меня есть устройство, у меня есть фен, но мне все равно нужно нажать кнопку. И знаете, что я делаю? Я никогда не сижу, не держу его и не говорю «почему бы тебе просто не включиться? Почему бы тебе просто не работать автоматически?» Я понимаю, что с любой техникой нужно предпринять определенные шаги, чтобы она заработала. Поэтому каждый раз, когда нам нужно, чтобы какое-то устройство работало, мы все исправно и добросовестно предпринимаем необходимые шаги. Однако с Богом люди говорят «почему бы тебе просто не исцелить меня? Почему бы тебе просто не восполнить мои нужды?» Они ожидают от Бога того, чего не ожидают даже от фена. А потом еще обижаются на Бога. «Почему ты не исцелил этого человека? Почему ты не оплатил мои счета?» Потому что кое-кто не знал, какие шаги нужно предпринять, а обижаются на Бога за то, чего сам не знал. Это все равно, что обижаться на свой фен, потому что вы не знали, что его нужно включить в розетку. Вы понимаете, но люди так поступают. Что это недостаток ведения? Итак, если вы по-настоящему заинтересованы в том, чтобы сила текла, если я хочу, чтобы фен работал, я должна позаботиться о том, чтобы каждый шаг, требуемый для его работы, был выполнен. Я должна удостовериться, что он подключен. Я должна проверить, чтобы было правильное напряжение, потому что мы ездим за границу, и в других странах напряжение отличается. Фен не будет работать, если я подключу его без правильного переходника. Точно так же с Божьей силой. Наше дело учиться тому, как действует его сила. Ну, он просто должен обрушить ее на меня. Но никто другой так не делает. Вы же не ожидаете этого от своего начальника. Вы не ожидаете этого от вашей техники. Вы не ожидаете, что ваша машина просто сама заведется из-за того, что вы в нее сели. Вы предпринимаете шаги. Однако, когда речь идет о Боге, люди обижаются, если он не делает чего-то для них автоматически, потому что у них есть нужда. Сила присутствует. Если вы заинтересованы в том, чтобы иметь его силу, научитесь его путям. Научитесь его путям. Воля Божья и исцеление. Но вам нужно научиться путям исцеления. Вам нужно узнать, как течет сила исцеления, как ее принять, как мне с ней сотрудничать. Ну, я просто этого не знаю. Ну, тогда заинтересуйтесь. Чтобы вы могли узнавать об этом, потому что Бог послал на землю людей, чтобы учить этому. Аминь. Многие предыдущие поколения были бы рады пользоваться электричеством, но никто среди них не знал о нем. Никто в их поколении не посвятил время его изучению, не обладал ноу-хау, и потому некому было об этом учить, и люди обходились без него. Бог всегда посылает кого-то учить каждое поколение о его силе. Ваше дело найти такого человека и быть с ним, пока вы не научитесь этому. Аминь. Вы не можете, сидя дома, узнать обо всем, что у Бога есть для вас. Вам нужно присоединиться к поместной церкви, к пастору, который проповедует слово. В идеале к пастору, который сам растет в навыках. Потому что если ваш пастор не обладает навыками, вы не овладеете необходимыми вам навыками. Но есть кто-то, и спасибо Богу, в этот век технологий у нас есть доступ ко многим местам через телевидение, через YouTube и разные информационные технологии, и мы можем получить доступ к людям, у которых есть большие навыки. Аминь. Ну, я хочу исцелиться. Тогда будьте заинтересованы в том, чтобы научиться тому, как действует исцеление. Вы понимаете? Потому что люди хотят, чтобы Бог просто сваливал на них вещи, а потом обижаются. Послушайте, Божья сила настолько велика, что просто необходимы законы, управляющие ею. И есть законы, управляющие силой Божьей. И Бог в Свою Церковь поместил людей, которые изучили их и овладели навыками обращения с силой. Станьте учеником тех, кто знает Божьи пути. Недостаточно знать волю Божью. Необходимо знать Его пути. Аминь. В контексте избавления евреев из Египта после 400 лет рабства, Библия говорит, что народ знал дела Божьи, а Моисей знал пути Божьи. В чем разница? Поймите ее и действуйте соответственно. Например, если бы всемирно известный художник принес сюда картину и поставил бы ее на мольберт перед собранием, вы бы увидели его дела. Это то, что он создал. При помощи своих способностей. Но если бы тот же самый художник сказал, придите в мою студию, и я нарисую другую подобную картину у вас на глазах, тогда бы вы увидели, какие он делает шаги, каким путем он это делает. Вы бы увидели, как он это делает. И увидев, как он это делает, вы в какой-то мере смогли бы что-то создать, учась этим путям. Бог не просто приглашает нас в Свою волю. Он приглашает нас на Свои пути. Аминь. Когда вы знаете его пути, вы можете сотрудничать с ним и получать результаты каждый раз, когда вам нужно, чтобы это работало. Детям неизвестны пути машины. Так? Они залезают на кресло и просто хватаются за руль и дергают его из стороны в сторону и спрашивают, почему же она не едет. Потому что нужно знать еще множество вещей, чтобы водить машину, помимо руления. Так? Нужно знать определенные вещи. И даже не просто повернуть ключ. Вы знали, что нужно нажать ногой на педаль тормоза, иначе ключ не повернется? Нужно научиться множеству вещей, чтобы успешно чем-то пользоваться в физическом мире, насколько же больше в духовном мире. И дело в том, что Бог не скрывает этого от нас. Он хочет, чтобы мы знали Его пути. Он хочет, чтобы мы были умелыми в обращении с силой. Потому что Он хочет, чтобы Его сила благословила человечество. И если мы не умелы, люди лишены того благословения, которым для них может стать Его сила. Аминь. Ваша жизнь нуждается в силе. Жизнь лучше с силой, чем без силы. И не ожидайте, что сила будет действовать автоматически. Вы не ожидаете этого в физическом мире, так не ожидайте этого от Бога. И не обижайтесь потом, когда так не получается. Его Слово не просто показывает Его волю, оно показывает Его пути. Но дело в том, что люди не заинтересованы настолько, чтобы копать Слово и находить пути взаимодействия. Аминь. Ну, слава Господу, это в любом случае истина. У нас есть ответственность по отношению к Слову Божьему. У нас есть ответственность в отношении Божьих путей. У нас есть ответственность в отношении силы Божьей. Некоторые учат, что все зависит только от Бога. Дьявол хочет, чтобы вы так думали, потому что тогда вы никогда не станете умелыми в том, что Бог сделал для вас доступным. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Мне нравится, что сказал брат Норвел Хейз в один из его последних приездов к нам. Он рассказывал историю о пасторе, который, когда брат Норвел приехал проповедовать в его церковь, сказал ему, «Брат Норвел, у меня есть вопрос». И он рассказал, что одна женщина была очень заметной фигурой в их собрании, и она умерла преждевременно от болезни. И он сказал, «Я не понимаю, почему». Все собрание молилось. И мы не понимаем, почему она не исцелилась. И они были обижены на Бога, потому что они думали, она ведь лидер. Почти как будто Бог был чем-то ей обязан. И он сказал, «Послушайте, Бог хочет, чтобы все лучшее от Него было доступно каждому. Мы не зарабатываем Его благословения, но мы должны научиться умело сотрудничать с Его благословениями. Есть разница. Мы не зарабатываем силу, сила уже доступна. Но она течет для тех, кто становится умелым в обращении с ней и жаждет ее иметь». Итак, брат Норвел ответил, «Пастор, я не хочу задеть ваши чувства или обидеть ваше собрание. Но эта женщина умерла по одной причине. У вас было недостаточно знаний». Вы были невежественны в том, как действует Бог. Бог не может и не будет обходить свои законы от того, что у вас есть нужда. Его Слово. Он настолько хочет, чтобы вы знали Его пути. Он настолько хочет, чтобы вы сотрудничали с Его силой, что Он изложил это в книге под названием «Слово Божье». И еще Он дает нам учителей, пасторов, все пять даров служения, чтобы научить нас тому, как все это работает. Аминь. Сила будет работать для вас точно так же, если вы будете достаточно заинтересованы в том, чтобы научиться Божьим путям, изучать Его Слово, узнавать, как все работает. Аминь. Аллилуйя. Бог хочет, чтобы Его сила благословляла жизнь каждого из нас. И Он жаждет, чтобы мы узнавали Его пути. Но Он не может учиться за нас. Вы желаете своим детям успеха, но вы не можете ходить в школу вместо них, учиться и получать образование за них. Они должны быть образованными. Вы должны быть образованными в Слове. Вы должны изучать силу. Вы должны научиться Его путям. Недостаточно знать, что Бог хочет этого для вас. Недостаточно знать, что Бог хочет, чтобы вы исцелились. Вы должны узнать, как мне сотрудничать с Богом. Аминь. Так многому надо научиться, не так ли? Но мы жаждем. Вы жаждете сегодня? Я жажду. А значит, я буду слушать Слово. Я воспользуюсь каждой возможностью, чтобы слышать Слово. И потом я буду исполнять Слово. Потому что, когда мы исполняем Слово, оно всегда работает. Слово всегда работает. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufreministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях. Поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufremin.